Приехали заказывать белье-стол. Типа коричневый, совсем нет, я думаю. Сероватые. Сероватые, они ко всему более похожи. Просто это как будто в воду. Нет, нет, нет. Только кафель. Очень рады. Всем привет. Сегодня 8 число. 19 января. Мы приехали к Илье. Сегодня мы привезли ему стол. Сейчас будем собирать. Сегодня у него ответственный день. Сегодня приедут к нему ребята с большой компанией. Должны поговорить насчет его работы, учебы. В общем, у него появился очень крутой момент жизни, где он сможет не просто учиться и работать одновременно. И ему сразу будут платить. Но единственное что, он должен понять, что это в его руках, все в его силах и начать это все делать. Короче, мы пошли к нему, заносить ему стол. Игорь, привет, скажи. Здрасте. Неделя сколько? В субботу, по-моему. А я сам забыл. Короче, смотри. Это футболка. Красавчик. Масло, ты который попросил. А так я без фонтовый смол, да? Нет. Я тебе немножко расскажу про эту компанию. Немножко. Я сам много о ней не знаю. Я был у них в офисе. Там четырехэтажное здание. Прям большое, огромное здание. Все это IT-большая компания. Они готовы тебя взять на работу. С перспективой на то, что ты сможешь потом приезжать тоже к ним на работу. Ездить там, допустим, какое-то время к ним. Они готовы сделать пандус для тебя. Там есть лифт на все этажи. Круто. Главное, оправдать ожидания теперь. Ну да. Хватит для моего примитива. Спасибо тебе большое, друзья. Что-то там еще. Спасибо. О, вот это ведь. А коврик где? Нет. А, коврик. Так, все. Все. Чего, давай, чем помочь тебе? Как бабуля себя чувствует? Да никак. Два дня не спит. Мы везем вместе с ней. Сегодня с вами приходил с поликлиники кровь брала. Скорее всего, у нее густая кровь. Потому что когда брали черный аж. Что это значит? Без понятия. Будут анализ делать, скажут. Ой, Танюха, здорова. А вот для этого как раз-таки ты задумал, да? Крутящиеся ножки. Заезжай в автопарк свой. Я у меня здесь и парламент устраиваю. Открывай. Все. Мормуз. Все, классно. Да, спасибо. Нормально? Зачем? Мне кажется, затекать будет. Затекать? Хватит. Не придумывайте себе ад и проблемы. Все отлично. А так, короче, четко зашкал, да? Со сленгом это не проблема. А так, получается, уроки вытащил с гидбранса. Ладно, короче, но пацанчик помог. Вот. И все остальное вот у меня здесь. Все в мире сохранял. Че-то стировщик. Парадоксы. Вот это все их сленг, да? Юникод. Кейс-тест. Ты че не понимаю? Вот, да? Все вот это вот записываю. Вот на этом я остопорнулся пока. Что это такое? Это черный кейс, белый кейс и серый кейс. Вообще пока никак понять не могу. Джиро это сама, короче, как бы, получается. Вот это тоже понять не могу. Это пока я ищу. Это помощник, не поиска багов. Как это объяснить? Ну, я пока до этого еще не добрался. Мой мозг еще пока это воспринимает, да? А не отсвечивает? Глаза не напрягаются из-за того, что это светит оттуда? Нет. Вообще и выключено. Нет, выключен. Нет, без зарядки имею в виду. Чай все-таки по крему, я помню. Сильно такой. Пескало. Приехала большая делегация. Сейчас будем разговаривать с Ильей по поводу работы, по поводу его наставничества. Здравствуйте, здравствуйте. Сапа Малейки. Как дела? Отлично у тебя. Здрасте всем. Идемте. Вот здесь можно поднять. Как дела? Большой пилот? Ну, длинный. 5 метров? Да, да. Спасибо. Приветствую, Сергей. Здравствуйте, Ильян. Салон народ. Ильян. Кстати, не переживай. На ты можно, да? Можно, да, на ты? Не только как бы работу, что ты работал, ну и как бы и жить. Но это опять же, это перспектива будущего. И особенно, когда там Готина и Голи, то, что вы это уже обсуждали, перенесли на первые этажи, вот, и дальше уже, как бы, возможности будет возможность как-нибудь ездить. Не каждый день, но в офисе. Вот. А что касательно... Сегодня лучше будет. Не буду мешать, что там происходит. Они сейчас будут разговаривать с Ильей долго по работе. Если его возьмут на стажировку, он будет потом работать в этой компании большой. Так что, Вовгуль, если у него все получится, если он даст все свои усилия, эмоции, силы, то он будет уже получать зарплату. Может быть, для Узбекистана это не лично, а вы таких сирочек, их столько не нужно. А у нас это все еще быстрее статут. Нет, нет, не быстрее статут. Я бы сказал, что очень плохо. Хороших специалистов, их нет. Ну, хороших нет. А тут же, опять же, джуны. А, ну, джуны. Ну, опять же. И вот здесь я бы езом намазала, а вчера мне еще болит. А вы не сломались? А вы не сломались? Не сломались? Не, больше ничего просто это. Смысл идти, смысл создания программы, как как-либо. Смысл создания программы, но вернул улучшение качества жизни человека, скорее всего. То, что ссылку давали, я же ему дал эти ссылочки, он читал, говорит. Я, говорит, запутался в этих терминах, заходил в Google, в трансляции. Так, так и надо. Какой-нибудь термин слышишь, если кто-то смотрит видео, да? Какой-нибудь термин слышит, ты его не знаешь. Берешь, просто выключаешь, ну, не знаю, стоишь на паузу, лезешь или в Google, или в Хабра. Вот Хабра, ты меня и обманула. Все. А, дай, пожалуйста, тетрадку синюю. Ох. Здесь они в Хабре написали где-то что-то. А ты можешь потом рисунки себе показать? Это все шарадичное. Так, верификация. Проверяет, что продукт соответствует ожиданиям и требованиям пользователя. Ага. Этапы разработки. Пользователя, этапы разработки. Ага. Верификация же это не пользователь. А что это? Верификация, скорее всего, это работа. Это, получается, как она? Валидация. Вот, а валидация это, когда ты смотришь на продукт со стороны пользователя. Проверяешь его, как пользователь. Как бы я вот это вот и понял. Или я не прав, просто так сказать. Как потребитель. Программа выполняет задачу пользователя. То есть, какая задача. По программному уровню, получается, вы же не вручную работаете. Поэтому... Вот, это стоит цель. Цель, да. Сидеть. Сидеть? Идея. Опять же, идея. Там, не знаю, все вот это мире. Дом, человек, стол. Все, что надо сидеть. По сути, да. Кошечка, собачка, все, что надо сидеть. И вот сидишь, да, там ты пишешь, например, ты начинаешь думать, что это. У тебя возникла идея, думать, стол. Получается, вот давай на примере того же стола. Просто подумай. Вот у меня возникла идея. Нужно сделать это. Вот у тебя стол. Вот возникла идея. У тебя возникла потребность. То есть, как бы, потребность в столе в связи с тем, что там ноги мешают, упираются. И, на самом деле, на смотреть, ребят, они потому что дают очень хорошую базу. Они очень хорошую базу. А при этом приходит? Мне больше нравится Русов, не Маршал. Но хотя у Маршала я там тоже какие-то вещи для себя подмечаю, которые, допустим, Русов говорит по-другому. Ты сейчас ему что-то скинул или дал какое-то? Нет, я просто говорю сейчас про то ссылки, которые ты ему пересылал как раз-таки. И он сейчас говорит, интересуется, какая лучше, тот или тот. Там просто две ссылки. Это два блогера, которые ведут два разных канала, но об одном и том же. И ему нужно авторизоваться. И, соответственно, вот здесь есть у него одно огромное большое видео. По-моему, мы четыре часа, да? Да, что-то такое. Это Амарио 2, я его пью. Это сахар был и обед. Так что, о, хорошо. Кокуля. Бабуль его зовет Мурзик. Но по паспорту он Кокуля. По паспорту Кокуля. Ой, пардон. А по мастерам ажерейте, он видит вот. Его разогнался, не гоняй. Я его лопнуть хотел, но оказывается, не получится. Там у тебя приспустило все-таки одно колесо. Да. Подкачаешься. У тебя есть чем подкачать? Да, да, есть, нормально. Спасибо вам большое. Счастливо. Спасибо. Мы вам позвоним. Мы вам позвоним. Приходите еще. Я заеду к тебе на неделю еще. Ну, постараюсь. Если у меня получится эти дни заеду, а если нет, на следующей неделе. Все. Не этот. Не переживай, все нормально. Давай. Ты, Борь, обозрался? Нет. Нет, вообще не пальцы я поеду. Все. Ну, что, пару слов об Илье скажите. Да, хороший парень, на самом деле. Нервничает, конечно, но есть, видно, стремление. Стесняется. Но всему можно обучить. Даже медведи на велосипеде кататься. Ну, про медведя на велосипеде я не буду говорить. Но, на самом деле, так оно и есть. Он, видно, что хочет. Видно, что не дурак. Это главный плюс. То есть, что он думает. И тут, как бы, нужно брать и обучать. Я вижу, что он пользу принесет. И работе, и компании, и, как бы, и себе выстроит. Сможет выстроить хорошую жизнь. Если он грамотно воспользуется этой возможностью, которую ему сейчас дает, то огромные перспективы, на самом деле. И огромные перспективы в деньгах. Он может хорошо улучшить себе жизнь, на самом деле. Потому что это вот такая сфера. Она не простая, как многие говорят. Но, тем не менее, она достаточно прибыльная. А это тоже важно в наше время. Я полностью согласен и подержу. Это все в его руках. Ему теперь главное развитие. Больших возможностей в жизни ему принесет это все. Все? Что? Спасибо вам, что приехали. Смогли хоть поболтать с ним. Развеять его сегодня. Немножко. Не развеяли, а больше тресса ему добавили. Не-не-не. Эта ситуация должна в его жизни бывать тоже. Потому что я думаю, что у него будут какие-то задачи стоять, с которыми он должен будет справляться. Это тоже будет какая-то стрессовая ситуация. Сейчас это была маленькая, маленькая стрессулечка. По сравнению с тем, что у него может происходить в плане работы, каких-то обязанностей. Это тоже будет нервы. И я думаю, что ему надо все равно, надо понимать, что у него происходит. Самое очень круто, что ты дал ему такую возможность и, грубо говоря, свел его с нами. И у нас есть такая возможность дать ему работу. Это очень круто. Вам спасибо, ребят. Давайте на связи. Увидимся. Давайте спасибо. До свидания. Увидимся. Сегодня был такой крутой день для меня. Я надеюсь, что будет все хорошо. Он сможет и работать, и заниматься, и учиться. Если сейчас этот видос примут в компании, то есть весь его разговор, знакомство с ним, я думаю, что мы его свозим к ним в большую компанию, которая занимается IT уже очень много лет на рынке. Мы свозим его к ним. Посмотрим, где в перспективе сможет он работать, находиться. На сегодня все. Ролик подошел к концу. Подписывайтесь, следите за новостями. Хорошего всем дня.